10 яиц Отделила желтки от белков Желтки закрыла пленочкой, чтобы не заветрились И убираю Они будут использоваться для крема Для теста взбиваю 10 белков Чуть-чуть соли добавляю Третью часть чайной ложки И сахар 240 грамм Белки взбиты Взбивала я ровно 20 минут Смотрите, какие белки должны получиться Должны держаться на лопатке При переворачивании Миски не должны вытекать К белкам добавляю крахмал Крахмал 2 столовые ложки 40 грамм Можно добавить ванилин И аккуратно Перемешиваю Крахмала сухого не видно Значит, тесто готово Противень размером 28 на 30 7 И вместо грецких орехов Я буду использовать ягоду Замороженную малину И смородину черную Я ее разморозила Сахаром не посыпала Она у меня уже комнатной температуры И раскладываю В тесто Вот так у меня получилось Ягода где-то по 100-150 грамм Ушло Духовка разогрета До 170 градусов Отправляю выпекать в духовку Минут на 25-30 Но тут в зависимости от вашей духовки Бисквит готов Выпекался ровно 35 минут Только что из духовки И даю ему полностью остыть Заварной крем на желтках 10 желтков Ванилин Сахар 120 грамм Кукурузный крахмал Столовая ложка с горкой Это где-то 20-25 грамм Молоко 500 миллилитров Ставлю на плиту Крем поставила на средний нагрев И постоянно помешиваю Никуда не отхожу от крема Жду, когда крем закипит Постоянно помешивая Довожу крем до кипения Как только закипит Сразу выключу нагрев Вот он уже загустел И закипел Выключаю нагрев И снимаю крем с плиты Сливочное масло 100 грамм комнатной температуры Начинаю взбивать Взбиваю до белая Потом добавляю сахарную часть Она тоже комнатной температуры Бисквит у меня остыл Не больше Такой получился Корж поставил в холодильнике Полчаса Крем стабилизировался Немножко И я разделю Корж на две равные части Торт готов И отправляется в холодильник На ночь Торт постоял ночь В холодильнике Я его украсила Кокосовой стружкой И чуть-чуть ягодой Очень нежный Я попробовала торт Это очень нежно Это просто тает во рту Если вы любите нежные Воздушные торты То этот торт ваш Готовьте вместе со мной По моему рецепту И наслаждайтесь процессом И вкусом этого тортика